МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Амёба обыкновенная. С неё мы как раз с вами начнём. Внутри амёбы имеется пищеварительная эвакуоль. Мы сейчас посмотрим под микроскопом, и тогда уже с вами разберёмся, что там происходит. Увидеть скрытое, обнаружить невидимое, понять, что кроется внутри вещества или материи. Человечество проникло в микромир, чтобы сделать совершенным мир привычный. 80-90% информации, которую получает человек, он получает через зрение, через глаза. Поэтому с самого начала микроскоп стал продолжением глаз человека в области микромира. Сегодня создать невидимые глазом механизмы так же просто, как ребёнку собрать конструктор. Благодаря микроскопам вещи становятся совершеннее, их детали тоньше. А вот сами микроскопы, наоборот, увеличиваются в размерах и всё меньше напоминают привычные устройства со школьного урока биологии. Первый микроскоп появился более 400 лет назад. Удивительный прибор позволял разглядывать небольших насекомых. Увеличение всего в 300 раз казалось невероятным достижением. Для современной науки укропнение и в 2000 раз не предел. 50-100 лет назад в научных исследованиях, в приложениях использовались материалы, которые присутствуют в природе. На современном этапе развития человечества этих материалов уже недостаточно. Создаются специальные материалы, аналогов которых нет в природе. Это и фотонные кристаллы, это и наноструктуры, это и квантовые точки. Для исследования свойств таких материалов и объектов необходимы, конечно же, новые решения. И они появились. Сегодня существуют самые разные приборы. Оптические, электронные, зондовые. Одни работают по старинке, с помощью сложных систем линз. Другие разглядывают мельчайшие частицы буквально на ощупь. Среди них нет лучших и худших. У каждого микроскопа свое призвание, свои возможности. Все вот это многообразие, почему оно существует параллельно, оно связано с тем, что можно сказать так. Что каждая группа микроскопов, каждый вид микроскопии дает свою информацию, которую не дает другой. Оптические или иначе световые микроскопы знакомы всем еще с уроков биологии. Начинка этих приборов совершенствовалась вместе с развитием оптико-механической промышленности. Теперь они выглядят вот так. Это обычный оптический микроскоп, который позволяет проводить микроскопию микрообъектов. Это современный оптический микроскоп, который позволяет проводить микроскопию уже нанообъектов. Все оптические микроскопы работают по тому же принципу, что и наше зрение. Чтобы увидеть что-либо, необходим свет. Он падает на объект и, отражаясь от него, проходит через зрачок, объектив человеческого глаза. Скорректировать фокус и получить четкое изображение помогает вторая глазная линза – хрусталик. Главная система оптического микроскопа также состоит из двух линз, через которые проходит световая волна. Первая – объектив, создает увеличенное изображение. Вторая – окуляр, собирает изображение и проецирует его на сетчатку глаза наблюдателя. Оптическая микроскопия позволяет получать изображение, увеличенное в тысячу-полторы тысячи раз. Это очень удобно. Это очень удобно для проведения быстрых измерений, которые не требуют дополнительной правоподготовки. Увеличить изображение больше, чем в полторы тысячи раз невозможно. Вместо четкой картинки наблюдатель увидит размытое пятно. Но почему? Все дело в свете. С микроскопом или без мы видим благодаря тому, что свет распространяется по прямой и отражается от предметов. Длина световой волны гораздо меньше наблюдаемых объектов. По сравнению с размером волны даже бактерия является гигантом. Вот почему ее хорошо видно под микроскопом. Но когда размер объекта меньше длины световой волны, происходит дифракция. Свет преломляется и огибает предмет, а не отражается от него. Поэтому получить четкое изображение молекулы или атома в оптическом микроскопе невозможно. В современных микроскопах в качестве двух основных линз используются сложные оптические системы. И объектив, и окуляр могут состоять из нескольких линз. Такая оптика дает гораздо большее увеличение, чем школьный микроскоп. Сейчас светооптические микроскопы позволяют внедряться настолько глубоко в ткань, что мы встанем рассмотреть не только элементы этой ткани, не только клетки, не только составляющие их части, но и понять, как эта клетка существует, что она собирается делать, какие белки она синтезирует, готовится ли эта клетка погибнуть, или продолжить свою функциональную жизнь. Однако даже самая совершенная система линз не может противостоять дифракции. Увеличить изображение до бесконечности невозможно. Несмотря на это, именно оптические микроскопы используются в медицине и биологии. Свет ограничивает укрупнение картинки. И в то же время безвреден для самых крохотных живых объектов. Оптические микроскопы требуют прозрачного, либо отражающего объекта. И, в общем-то, хороши для исследования объектов биологической природы, которые очень нежные, которые можно повредить электронным пучком, либо зондом сканирующего микроскопа. Сейчас мы возьмем пробу в обычной московской луже и посмотрим, есть ли там жизнь. В нашей водичке, которую мы взяли из лужицы, видно, что бегают микробы. Но как быть, если нужно рассмотреть не весь объект, а его отдельные части? Можно ли выделить их из общего изображения? Конечно, нужно только подсветить необходимые области. Так несколько лет назад появился флуоресцентный метод исследования. Метод нанесения флуоресцентных меток на препарат. И под воздействием различного спектра света эти метки возбуждаются, либо не возбуждаются в соответствии, либо есть патология, либо нет. На образец, по которому врач будет ставить диагноз, наносят специальные светящиеся метки. Чтобы увидеть их, в объективе используется ультрафиолетовое свечение. Поглощая это излучение, образец испускает люминесцентный свет, то есть светится. Тот же принцип используется в криминалистике для обнаружения невидимых глазом следов или специальных знаков, намеченных в купюрах. В медицине же метод флуоресцентной диагностики спасает людям жизнь. В отличие, допустим, от простых препаратов, от окрашенной, где врач сам ставит диагноз и смотрит на целостность, на питу, на целостность, на структуры, либо на разрушенность, здесь мы детектируем только сигналы. Поэтому это более точный метод. Этот прибор тоже микроскоп. В отличие от оптического, он работает по принципу сканера. Линзы обычного микроскопа увеличивают только часть изображения. Поэтому предметное стекло приходится постоянно перемещать. Сканирующий микроскоп сразу позволяет рассмотреть пробу целиком. Это оптический сканирующий микроскоп. Одна из немногих установок, которая позволяет делать линейное попиксельное сканирование. Получая полностью снимок всего предметного стекла, мы можем проводить очень большое количество морфометрических анализов, диагностических анализов, количественных подсчетов. Как и оптические микроскопы, их цифровые собратья используются в гистологии для изучения тканей живых организмов. Цифровой микроскоп позволяет освободить врача от многочасовой работы. Здесь все с наблюдения и регистрации изображений до передачи данных по сети осуществляется несколькими щелчками мыши. Основное предназначение этого прибора – телемедицина. То есть, если врач, допустим, сидит в Хантамансийске, какой-нибудь профессор сидит в Москве, и есть какой-то очень сложный случай, очень сложное стекло, врач может отсканировать и отправить этот снимок в Москву на удаленную консультацию для профессора. Каким бы ни был микроскоп, самое главное в гистологических исследованиях – подготовка пробы. Она может занимать гораздо больше времени, чем анализ образца. Образцом для гистологических исследований мы считаем ткань любого живого организма. После изъятия ткани из организма мы имеем некий фрагмент, мягкий на ощупь, неопределённого цвета, с которым довольно сложно работать с точки зрения изучения его под микроскопом. Чтобы сделать эту ткань пригодной для микроскопии, она должна пройти ряд процессов. В частности, её нужно сделать плотной, её нужно лишить способности испортиться, и её нужно сделать очень тонкой. В стандартных больничных условиях подготовка образца может занимать целую неделю. Но в подобных автоматизированных клиниках весь процесс займёт не более суток. Ткань, взятая у пациента, сначала попадает в лабораторию первичной обработки. Прежде всего, после получения материала, материал помещается в макромикроскоп, где фиксируются все его изменения, вносятся прямо на снимок, вносятся по метке, можно измерить его размером, составить текстовые замечания. Специалист выбирает из ткани фрагменты, которые потребуются для работы. Они закладываются в специальные гистологические кассеты и отправляются в тканевый процессор. Аппарат, в котором проба сначала обезвоживается, а затем пропитывается парафином в течение нескольких часов. Материал переносится в горячую зону заливочной станции. После чего формируется так называемый гистологический блок. Гистологический блок – парафиновый кубик с частичками тканевого образца. Перед тем, как попасть на предметное стекло, материал отправляется в нарезку. Ткань прошла все этапы подготовки, кроме последней. Ткань, залита в парафин, уложена на специальную кассету, которая адаптирована под прибор. Этот прибор называется микротом, с помощью которого осуществляется нарезка материала тонкими пластинками для того, чтобы в последующем эта ткань была окрашена и исследована под микроскопом. Последний этап – удаление парафина, который может помешать работе. На предметное стекло попадает тончайший срез толщиной всего 2,5 микрона. Подготовка пробы заняла более трех часов. Само исследование займет гораздо меньше времени. Без микроскопов у нас бы не было ни таблеток, ни диагностики, ничего. Все это, как бы, один из, наверное, наиболее важных приборов и в науке, и в технике, и в медицине. В начале 20 века в микроскопии произошел настоящий переворот. Ученые стали использовать излучение с длиной волны в тысячу раз меньше, чем световая. Длина волны электронов гораздо меньше, чем длина волны света, поэтому физические пределы, казались, лежат далеко-далеко за пределами даже размера атомов. Микроскопы, работающие по этому принципу, стали называть электронными. Не потому, что их компоненты содержат электронику, хотя ее там достаточно. Вместо света здесь используются сфокусированные потоки электронов, такие же, как в обычном телевизоре. Электронный пучок бегает по поверхности образца, так же, как электроны в кинескопе прочерчивают картинку на экране старого телевизора. И бомбардировка образца электронами сопровождается целым букетом физических эффектов, среди которых и простое отражение электронов от поверхности, и вырывание вторичных электронов, и даже генерация рентгеновского излучения. Так выглядит просвечивающий электронный микроскоп. Последнее слово техники. ПЭМ, так сокращенно называют его ученые, занимает около 10 квадратных метров. С его помощью можно увидеть отдельные атомы объекта. Микроскоп, на самом деле, не очень большой, по сути, он просто рассосредоточен по комнате для удобства сервисного обслуживания. Вот только рассматривать под этим электронным микроскопом можно далеко не все. Слишком жесткое электронное излучение может повредить предмет исследования. Поскольку мы смотрим образец на просвет, электроны должны проходить сквозь образец. Это возможно только для очень тонких образцов с толщиной примерно 200-500 нанометров, в некоторых случаях 100 нанометров. Это очень тонкие образцы, их тяжело приготовить. Такие микроскопы используют в области нанотехнологий и микроэлектроники. Там, где необходимо соблюдать точность буквально до атома. Просвечивающая электронная микроскопия используется и для исследований вирусов, и даже отдельных биологических макромолекул. Например, характерный размер современных транзисторов составляет 30-40-50 нанометров, которые необходимо измерять с точностью в единице нанометров. Здесь необходимо применять методы современной грастровой электронной микроскопии, атомной саловой микроскопии, и даже просвечивающей микроскопии электронной, когда измерение может приводиться с точностью до одного атома. Это чистая комната, помещение особого класса стерильности. Находиться тут можно только в специальных костюмах. Ни одна пылинка не должна задержаться в чистой комнате. Если что-то попадет в микроскоп, ученые получат неверное изображение. Это особенно важно при изучении наноструктур. Сейчас мы планируем провести процесс электронной литографии. С помощью него можно формировать различные портреты. Электронная литография – один из методов создания шаблонов для микросхем. Фундамент микроэлектроники. Размер рисунка может составлять от сотен микрон до, в лучшую установку, до десятков нанометров. Как видите, размер очень большой. И сейчас мы планируем сделать ваш логотип с характерным размером нечто среднее. Это где-то полмикрона. В электронной литографии микроскоп не просто возможность рассмотреть объект. Без этого прибора невозможно само создание объекта нанотехнологий. При помощи испускаемых в микроскопе пучков электронов и создаются микро- и нанолитографии. Электронный луч выжигает определенные участки пластинки из резиста – материала чувствительного к облучению. После этого пластинка помещается в специальный проявитель. Как при печати фотографии, изображение, созданное электронным микроскопом, буквально проявится на поверхности материала. Сейчас мы сделали литографию и вырастим нанотрубки в форме вашего логотипа. Для этого мы загрузим образец в реактор и откачаем его. Углеродные нанотрубки прочнее графита, хотя состоят из тех же атомов углерода. Это уникальный материал ближайшего будущего. Нить, толщиной с человеческий волос, созданная из углеродных нанотрубок, может выдержать груз в сотни килограммов. Рассмотреть получившуюся надпись не способен ни один оптический микроскоп. При более детальном рассмотрении можно увидеть, что логотип состоит из небольших столбиков. Это столбики и есть нанотрубки. Нанотранзисторы, супертонкие дисплеи, невероятно клейкие полимеры. Эти разработки стали возможны во многом благодаря другому уникальному изобретению – зондовому микроскопу. Без этого микроскопа не было бы современной науки в том виде, в котором она есть сейчас. Некоторые микроскопы больше похожи на космическую станцию из фантастических фильмов, чем на своих оптических прародителей. Этот космический модуль – нанотехнологический комплекс, в котором находятся сразу несколько микроскопов. Как мы привыкли видеть, микроскопы оптические. Здесь он используется только как вспомогательный микроскоп. И он служит для того, чтобы найти исследуемую область и выполнить юстировку, собственно, зондового микроскопа. Сканирующий зондовый микроскоп – сердце этой установки. Способ, которым этот космический модуль исследует предметы, совсем не похож на привычное увеличение картинки. Сканирующий микроскоп буквально ощупывает поверхность образца с помощью тончайшей иглы – зонда. Зонд работает по тому же принципу, что и бегущая по пластинке игла в граммофоне. Но его чувствительность в сотни тысяч раз больше. Зонд располагается на конце упругой плоской пружинки – канцелевера. Жесткая игла с постоянной силой соприкасается с объектом исследования. Пружинка-кантелевер изгибается и растягивается в зависимости от того, что нащупал зонд – выпуклость или впадинку. Чтобы получить точные результаты, перед исследованием в камерах установки создают высокий вакуум. Для этого просто откачать воздух недостаточно. Камера проходит процедуру термического обжига. Для получения сверхвысокого вакуума нам необходимо избавиться от всех молекул в камере. Камера внутри расширяется, то есть и молекула легче выходит из камеры. Она в ней вся полностью нагревается в определенных местах. И чтобы температура равномерно распределилась по всей камере, используется файга. Комплексы, подобные этому, используются не только для исследований, но и для создания новых материалов. Вакуум необходим на всех этапах работы. Образцы, поверхности, с которыми мы работаем, при попадании на воздух в атмосфере у нас присутствует кислород, и эти материалы в основном подкрываются какой-то пленочкой. Тот материал, который мы получили, он уже перестает быть исходным, то есть мы уже его немножко портим. А нам важно работать с материалом, тот, который мы создали, то есть с какой-то поверхностью, не тронутой кислородом, не подверженной окислению. Без модуля сканирующий микроскоп выглядит более привычно. Изображения из него получаются не настолько быстро, как, например, в оптическом приборе, так как зонду на ощупывание предмета требуется больше времени. Мы получили 2D изображение. Сейчас мы посмотрим, как это изображение можно представить в 3D формате. Сам зонт можно увидеть только под мощнейшим увеличением электронного микроскопа. Радиус наконечника зонда менее 50 нанометров, почти в 20 тысяч раз меньше миллиметра, как и объекты, которые он позволяет разглядеть. Таким образом выглядит чип зондово-сканирующего микроскопа. На его конце расположен кантиливер, в котором и сканируется образец. Сам кантиливер мы визуально не можем увидеть, однако мы его можем увидеть в электронном микроскопе. Вот так выглядит кантиливер при увеличении 5 тысяч раз. Зонды изготавливают из графита, вольфрама и даже из золота и платины. Выбор материала зависит от цели исследования, но чаще всего используют кремний, дешевый и востребованный в микроэлектронике минерал. Иглы зондовых микроскопов не ломаются, а стираются. При исследовании каждого нового объекта иглу приходится менять. Это вообще проблема в плане того, что взаимодействие настолько сильное, что когда иголка движется, этот радиус меняется. И мы когда начинали получать изображение, может быть, он был один, а когда мы его заканчиваем, он уже другой. Зондовые микроскопы – основа наноиндустрии. Они контролируют технологические процессы изготовления тончайших пленок, восстанавливают информацию и делают различные измерения. Сегодня без них не обходится ни одно исследование в области электроники и материаловедения. Оптический, сканирующий или зондовый. Микроскопы используются во всех областях науки. Открывая тайны малого, помогают создавать большое. Изобретение микроскопа позволило нам получить массовое производство. А массовое производство – это то, благодаря чему у нас есть в квартирах газ, свет, электричество, интернет. Если раньше было достаточно оптической микроскопии, то в современной продукции без гастровой электронной микроскопии, а там не силовой, а в будущем и просвечивающей электронной микроскопии, ничего бы этого не было. Человек создал микроскоп, чтобы познать микромир. От насекомого до бактерии. От поверхности материала до его строения на атомном уровне. И чем глубже человек проникает в тайны Вселенной, тем сложнее становится микроскоп. Инструмент, помогающий совершать открытия и совершенствовать будущее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин